Эти моменты мы будем помнить всегда. Добро пожаловать на WatchMojo Россия! И сегодня мы рассмотрим 10 лучших моментов в фильмах о Гарри Поттере. В этом видео мы посмотрим сцены из классических фильмов, которые произвели на нас сильное впечатление. Не моя дочь, ты б***ь! Мы не включаем смерти персонажей, так как они заслуживают отдельного видео. Мы будем рассматривать моменты из всех 8 фильмов, поэтому осторожно, если вы вдруг не смотрели какую-то из частей, в видео присутствуют спойлеры. Мы вас предупреждали. Номер 10. Вингардиум Левиоса. Гарри Поттер и философский камень. Когда Гарри получает письмо из Хогвартса, он очень рад, но по понятным причинам нервничает. Гарри вырос в семье маглов, поэтому ему кажется, что он будет худшим волшебником в своем классе, особенно после встречи с маленькой ведьмой и потенциальным волшебником, которые, как кажется, что-то знают. Однако на их первом уроке заклинания становится ясно, что магия больше, чем просто размахивание палочкой. Комедийная сцена знакомит нас с миром, объясняет специфику волшебных школ и показывает заклинания, благодаря которому трое ребят впоследствии станут друзьями. Номер 9. Добби свободен. Гарри Поттер и тайная комната. Второй год Гарри оказался намного труднее. Он начался со встречи с причудливым домовым эльфом по имени Добби и недолгого ареста у его тети и дяди. Каждый раз Добби появляется, чтобы предупредить об опасности, и Гарри по понятным причинам раздражает его скрытность, но также ему очень жаль это несчастное существо. После того, как теория о хозяевах Добби подтверждается, Гарри не может позволить ушастику вернуться к ним. Трюк Гарри против Люциуса Малфоя приводит к тому, что Добби получает одежду. Теперь, будучи свободным эльфом, он остается одним из самых смелых и верных союзников Гарри. Добби не имеет никакого мастера. Добби свободен эльф. И Добби пришел, чтобы спасать Харри Поттера и его друзья. Номер 8. Гарри под влиянием жидкой удачи. Гарри Поттер и Принц Полукровка. Гарри необходимо получить воспоминания профессора Слизнорта о Томми Рэдли, и он решает принять зелье на удачу, прежде чем пойти поговорить с ним. Эффект оказался мгновенным. Гарри получил дар оказываться в нужном месте в нужное время, а также он резко стал уверенным. Однако не только он чувствовал себя немного пьяным в тот день. Профессор Слизнорт и Хагрид напиваются в прямом смысле этого слова, и пьют они не только на удачу. Будучи совсем пьяным, Слизнорт наконец-то предоставляет драгоценные воспоминания. Вся эта история очень веселая, но в то же время странная. Номер 7. Гермиона бьет Драко. Гарри Поттер и Узник Аскабана. Гарри, Рон и Гермиона направляются к Хагриду, и по пути сталкиваются с Дракой его друзьями, расположившимися в лагере, чтобы издалека понаблюдать за казнью Клювокрыла. Увидев их, обычно тихо Гермиона срывается. Доставая палочку, она выглядит сначала так, будто собирается нарушить какое-то серьезное школьное правило и наложить на Малфе проклятие. Однако, когда он в ужасе съеживается, она, кажется, меняет свое решение, и затем бьет его прямо в лицо. Разбитый нос и то, как Трой убегает, доставляет огромное удовлетворение. Номер 6. Речь Невилла и воскрешение Гарри. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2. С падением защиты школы, кажется, все надежды потеряны. Волан-де-Морт и его армия входят в Хогвартс, чтобы объявить о своей победе. В это время один ничем не примечательный человек пытается сплотить войско. Несмотря на мнимую смерть Гарри, некогда застенчивый, неумелый волшебник Невилл напоминает своим товарищам, почему они там и за что сражаются. За нечто гораздо большее и важное, чем какой-либо один человек. Не важно, что Гарри умер. Слышь, Невилл. Люди умер каждый день. Волан-де-Морт. Волан-де-Морт. Социально избранный, Невилл проявляет характер во время обороны. В этот вдохновляющий момент выясняется, что Гарри воскрес из мертвых, и битва еще не окончена. Рон и Гарри опаздывают на Хогвартс-Экспресс, так как портал на платформу 9,75 внезапно ломается. Они терпеливо ждут возвращения родителей Рона, надеясь, что они помогут им найти разумный, альтернативный путь в школу. Ха, шутка. На летающей машине и с уверенностью гиппографа волшебники придумывают гораздо более смелый план. Ребята отправляются в путь на измененном волшебством Форде Мистера Уизли. Они плывут над облаками и следуют за школьным поездом. Все идет по плану, но они обгоняют поезд и врезаются в гремучую Иву. Это забавно, пока кое-кто не ломает палочку. Из-за сбежавшего психа министр магии принимает определенно плохое решение, когда он нанимает дементоров, чтобы защитить учеников Хогвартса. В то время как у большинства призракоподобные дементоры вызывают чувство отчаяния, бедный Гарри страдает больше всего. К счастью, есть защитное заклинание, чтобы их отгонять. К сожалению, оно невероятно сложное. Развивая заклинание в течение целого года, Гарри может использовать неизвестную до сих пор внутреннюю силу, чтобы спасти себя из своего крестного отца Сириуса. Третий год Гарри – это борьба со страхами, и в этот момент зрители впервые увидели героя, которым он стал. Номер три – возвращение Волан-де-Морта. Гарри Поттер и Кубок Огня. Выиграть турнир трех волшебников было достаточно сложным делом, но Гарри понятия не имел, что на самом деле его ждет. Когда он и Эдвард Калли… Седрик Диггари дотрагиваются до Кубка трех волшебников, который означал бы победу для Хогвартса, они переносятся на мрачное кладбище. Седрик погибает. Шокирующий момент, однако, дальше происходит еще более удивительное событие. Гарри использует для воскрешения самого Волан-де-Морта. Его чудовищное тело, медленно появляющееся из дыма, «Тот, кого нельзя называть, возвращается», открывая тем самым новую темную главу в волшебном мире. Номер два. Правда о Снэйпе раскрыта. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2. Снэйп никогда не скрывал, что ему не нравится Гарри. Его мелкие подставы вызваны его неугасаемой ненавистью к отцу Гарри, который, да, был еще тем козлом. Не зная всей правды, Гарри не мог понять, почему Дамблдор доверял мастеру зелий. После того, как Снэйп убивает директора школы, Гарри ненавидит его еще больше. Однако, когда Снэйп умирает, он передает свои воспоминания, раскрывающие истину. Детская дружба Снэйпа с его матерью, с сожаления, роль двойного агента и соглашение с Дамблдором. Совсем не скучный бандит. Есть не так много персонажей такого сложного типа, как Снэйп. Прежде чем мы представим наше первое место, вот несколько почетных упоминаний. Продолжение следует... Продолжение следует... Номер один. Ты волшебник, Гарри. Гарри Поттер и философский камень. Исчезающее стекло, совы и загадочные буквы. Мы все знали, что происходит, когда смотрели фильм. Но для Гарри это все еще было загадкой. Когда Хагрид, хранитель ключей и лесник в Хогварте появляются в кадре, он говорит три коротких слова, которые меняют жизнь Гарри навсегда. Открывается волшебный мир, и мы были там вместе с ним, в этом дивном новом мире. В тот самый момент начинаются приключения, а эта фраза стала синонимом волшебства. Согласны с нашим выбором? А какие у тебя любимые моменты из Гарри Поттера? Напиши в комментариях. Посмотрите другие замечательные видео на WatchModern Russia, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok